здравствуйте друзья в этом ролике собрал коротенькую подборочку такую но очень интересную когда ничего от коллекторов не скрываем и прям напрямую говорим что сработала переадресация вы попали в юридическую организацию будьте любезны разговаривайте с официальным представителем вашего клиента что из этого вышло кому любопытно внимание слушаем алло я вас слушаю здравствуйте банка могу я услышать алина леонидовна откуда звонок не непонятно банку цепи департамент по работе с просроченной задолженности город москва меня зовут ольга ольга вазона не очень приятно нет вы не можете услышать но вы можете передать любую информацию либо задать любые интересующие вас вопросы конечно конечно марина леонидовна перезвонит как у нее будет возможность вопрос крайне важно касается кредитных обязательств да мы знаем и представляем ее интересы по поводу ее кредитных обязательств поэтому как давно к вам обратилась но она собственно говоря не настроена разглашать эту тайну и никаким образом это не может повлиять на ход дела время когда она к нам обратили я вам одно могу сказать у человека трудная финансовая ситуация она категорически изменилась момента подписания договора она не может выполнять свои обязательства по кредиту намеренно это собственно говоря мы уже даже сообщили вам от ее имени отправили письма в банк ждем от вас ответы если у вас есть вопросы пожалуйста напишите нам то же самое и мы обязательно отреагируем самым адекватным образом устный формат общения обязательно вам конечно конечно да но я вынужден вас предупредить устный формат общения она будет игнорировать и мы в принципе то же самое будем делать до свидания до свидания алло здравствуйте ну здравствуйте я вас слушаю банк разума калину леонидову могу услышать кого хотите услышать алло здравствуйте алину леонидову нет но вы можете информацию любую передать ну вы ей передавали что с банка позвонили к у кого долго есть она знает она переадресацию настроила на нашу организацию естественно видит звонки но это и адресовывает их к нам организация что за организация мы юристы мы представляем интересы этого человека да да а как зовут кого юристов компания алиам меня зовут кузнецов дмитрий евгеньевич как-то странно обычно когда звонишь компанию сразу говорят что компания такая-то и нам условия пожалуйста не диктуете да условия не нужно нам диктовать как вести бизнес ладно наверняка у вас нет опыта ведения бизнеса частного у кого-то может как-то тихо рта немножко подачи брать это как плохо не знаю нормально слышно нет вам кажется давайте на этом остановимся вы же себя не слышите я слышу вас так что вам нужно я держу совершенно стандартно трубку в этой связи мы написали вашу кредитную организацию письмо где изложили всю ситуацию и собственно говоря ретендуем на то что банк пойдет навстречу из них кое-какие условия в договоре которые на наш взгляд не соответствуют действующему законодательству в этом случае клиент будет продолжать оплачивать но на данном этапе помимо того что ситуация трудная во вторых в договоре очень много нарушений какие нарушения сейчас я не готов вам ответить но заверяюсь точно в любом банковском договоре есть нарушение которое противоречит действующему законодательству ну ясно все товарищи ланта до себя я до свидания алло здравствуйте алло я вас слушаю нет вы дозвонились в юридическую фирму мы представляем ее интервью когда когда юристы мы стали поговорить об этом хотите нет лично я лично я уже 12 лет как занимаюсь следующий раз что ты там пердишь у себя на стуле не пойму ты хочешь на оскорбление перейти давай перейдем давай ну приходите оскорбайте себя зачем нет нас в дальнейшем алло слушаю вас алло здравствуйте с Росгострахбанка звоню Сергей Алексеевич это кто звонит звоню с Росгострахбанка меня зовут Регина Альбертовна я с кем разговариваю меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич а Сергей Алексеевич знаком вам хорошо знаком это клиент нашей организации понятная организация ваша как называется юридическая компания ООО АЛЯМ понятно а почему на оплату не производится кредитный продукт что у него случилось у него трудная финансовая ситуация он нам поручил с этим вопросом разбираться мы все обстоятельства дела в письмах изложили и отправили в банку заказными письмами понятно тогда информацию передать чтобы в течение дня подошло в отделение Росгострахбанка я передам эту информацию конечно же до свидания алло алло я вас слушаю здравствуйте могу поговорить по данному номеру телефона с Владимиром Константиновичем нет не сможете но можете всю информацию для него передать это он наш клиент как понять ваш клиент у человека сложная финансовая ситуация он не может исполнять свои договорные обязательства и обратился к нам то есть вы представители его правильно мы юристы юридическая организация которая намерена решать его проблему в законном формате хорошо а доверенность вы в банк отправили по поводу того что вы представляете его интересы это не обязательно мы от его имени письма написали конечно же а доверенность если потребуется конечно же пределим хорошо если вас не затруднит пожалуйста Владимиру Константиновичу тогда передайте чтобы он все таки с банком самостоятельно связался и уточнил все вопросы потому что если нет доверенности в отделении банка на ваше имя как на представителя данного клиента тогда предоставлять информацию вам нельзя да мы вы знаете мы в устном формате не намерены даже никакой переговорный процесс вести все только письменно это четко прописано в законе только письменное общение и все эти переписки вся эта переписка будет естественно приложена в исковом документе на расторжение договора я вас слышала непосредственно сутки Владимира Константиновича передайте чтобы он самостоятельно с банком связался и всю информацию уточнил я вас тоже услышал вам спасибо всего доброго до свидания алло слушаю вас алло слушаю вас алло Владимир Константинович здравствуйте это не Владимир Константинович кто это спрашивает кто это звонит я представлюсь меня зовут Соловьев Дмитрий Владимирович судебный исковый отдел банка Тинькофф скажите а он вам знаком вообще да это наш клиент знаком очень хорошо клиент а я куда сейчас позвонил по юридической организации как называется наша организация называется общество с ограниченной ответственностью компания Алиам а я сейчас с кем разговариваю со старшим юрисконсультом и клиент он у вас по какому делу почему по мобильному номеру я дозваниваюсь к вам в компанию что значит почему переадреса стоит у человека это наша услуга предоставляется бесплатно у человека трудная финансовая ситуация он обратился к нам за помощью чтобы мы законно ему помогли в законном формате то есть в связи с его финансовой ситуацией в том числе в том числе да у него трудности он не может исполнять свои обязательства в частности по Тинькову но у нас еще и не устраивает та форма отношений которые вы называете официальными и законными они ничего общего не имеют с законными формами отношений никаким образом не соприкасаются с законом о банках и банковской деятельности не будем с вами обсуждать конечно конечно я просто вам свой процесс выложил чтобы вы там комментарии оставили и да ему информацию могут как-то передать? какую информацию у него доверенность он полностью он занимается своими делами дачу оккультуривает и мы полностью считайте что вы с ним разговариваете передавайте информацию мне а в адрес банка Тиньков какие-то документы направлялись в связи с этим? это не обязательно это не обязательно главное что человек нам доверил делегировал на это есть нотариальная доверенность если вы не хотите пожалуйста все равно в любом случае ему письма ни он никак не уведомляли об этом да? это не требуется письма мы пишем от его имени вам в банк это все написано ну я сейчас не уверен что прям уже отправлено ну так или иначе стандартная процедура и все хорошо я вас спешу спасибо за информацию всего доброго до свидания да есть алло я вас слушаю алло я вас слушаю алло я вас слушаю здравствуйте я вас слушаю банка трассе партнер заспания задолженности Меня зовут Анна Валдемировна алина Леонидовна я могу услышать по данному номеру телефона? Нет, у вас не получится услышать по данному номеру телефона, потому что вы дозвонились через ее номер в юридическую организацию, которая представляет ее интересы. Ну, тогда передайте для нее информацию, чтобы она срочно связалась с банком здрасте. До свидания. Отлично. Всего доброго, до свидания. Алло, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алина Леонидовна, вам знакома эта женщина? Очень хорошо знакома мне эта женщина. Вы на ее мобильный отвечаете. Вы могли бы ее к телефону пригласить? Или вы ее... Вы муж ее, да? Нет, я не муж ее. Я руководитель организации. Она к нам обратилась за помощью. Ага, ясно. И что, вы будете за нее оплативать ее долги под двум кредитным договором? Почему мы так решили? Нет других вариантов решения конфликтов финансов. А как вы можете помочь? Как вы можете помочь этой девушке? Только оплатить за нее? Да нет, вы заблуждаетесь. Есть очень много способов законных. А как называется ваша юридическая организация? Давайте начнем с того, что вы представите для начала. Я звоню из банка УТП, из главного офиса. Ирина Валерьевна меня зовут. А фамилия ваша Ирина Валерьевна как? Долина Ирина Валерьевна, старший специалист департамента по работе с проблемой задолженности. А вашу фамилию им очень хорошо. Очень приятно, Ирина Валерьевна. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Я руководитель организации, которая называется Общество с ограниченной ответственностью, компания Алиам. Я вас слушаю. Какие у вас вопросы? Так, Альянс, да? Алиам. Алиам. А, Алиам? Не Альянс, Алиам? Алиам. Так, Альям или Альянс? А-ли-ам. Последняя М, Михаил. Ясно. Ясно. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. ОТП Банк Москва. Меня зовут Ольга Борьба Петровна. Вам знакома? Еще раз, кто звонит? Ольга Петровна, вам знакома? А кто спрашивает? ОТП Банк. Нет таких человеческих имен. Представьтесь, пожалуйста. Пригласите ее к телефону. Пригласите ее к телефону. Еще раз, вы позвонили, и теперь я хочу, чтобы вы представились. Мобильный. Я представилась, мужчина. Причем три, дважды уже. Фамилия, имя, отчество я не услышал от вас. Я не знаю, с кем разговариваю я. Вы знаете, да, вообще. Я вам свои данные. Вы думаете, из-за того, что вы сели в какое-то здание под названием банк, имеете право хамить и звонить кому попало? А в чем хамство? Потому что вы инкогнито сейчас звоните. Итак, уважаемые, на нем представьте. Запись телефонного разговора ведется. Я представила, что у вас проблема со слухом к врачу. Да, проблема со слухом я не расслышал. Да, вот врачу. Потому что у вас проблема с дикцией. Запись сегодня идет с 10 до 6 вечера. Какая еще запись идет сегодня? Алло. Алло, добрый день. Могу слышать Сергея Алексеевича? Нет, не получится у вас. В Минске. Не получится, да? Звоним мой взрослых страхбанк. А есть возможность передать ему информацию? Ну, если у вас есть какая-то важная информация, можете смело мне сообщить. Я представитель этого человека. Представитель этого человека. Ну, важная информация, чтобы он обратился в отделение Росгустрахбанка в ближайшие 2 дня для решения финансового опроса своего. Решение его финансового опроса в полном разгаре на самом деле. И об этом мы сообщили уже от его имени. И вы можете свои предложения, кстати говоря, направить на его адрес, он нам передаст. Ну, вот пока решения мы вообще не видим никакого. Мы отправили по почте России в головной офис банка. Мы бы, конечно, не звонили бы, если бы мы увидели решение. Решения нет никакого. Ну, видимо, не дошли. Поэтому передайте информацию, что вот решали. Если вы являетесь представителем, решайте данный вопрос по поводу задолженности. Конечно, конечно, не беспокойтесь, мы решаем это. Все, хорошо, тогда спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, друзья, многие из вас, может, озадачились вопросом, что такое переадресация, о двух словах расскажу вам. Переадресация – это бесплатная услуга, которая предоставляется всем нашим клиентам, которые подписали договор и встали под юридическую защиту в компании «Алиам». То есть мы снимаем, помимо всего прочего, еще и моральную нагрузку с людей, не только финансовую. Дело в том, что с коллекторами разговаривать, с службами взыскания разговаривать мы не рекомендуем нашим клиентам, потому что там очень хитрые иногда сидят на персонажи, которые так или иначе пытаются клиентов затащить обратно к себе на оплаты. Все, что нужно человеку, это настроить переадресацию, наш номер телефона, инструкцию мы ему скидываем и уже его звонки принимает наш колл-центр. Понятное дело, не я один, но в буквальном смысле телефон стандартная сим-карта и от нее уже такая некая IP-телефония, многоканальная, настроенная на колл-центр. Порядка 10-12 человек, в зависимости от нагрузки сидят в течение дня, более тысячи звонков принимают. Естественно, разговора как такового, который вы слышите на нашем канале, не получится. Я вам продемонстрировал, почему они тут же сразу съезжают, они не хотят разговаривать, не пытаются даже разговаривать с юристом, потому что понимают свою никчемность. Ну и поэтому колл-центр точно такие же разговоры ведет, но более или менее официальные. То есть, здравствуйте, да, здравствуйте, то-то, то-то, почему, почему, да, письма отправили, все отношения с банком в письменном формате, мы все вам сообщили, до свидания. Если будут вопросы, пишите. Вот такие вот у нас взаимоотношения с коллекторами. А почему мы не рекомендуем нашим клиентам напрямую общаться вот с этими службами взыскания? Дело в том, что я еще раз повторю, они очень хитрые и пытаются так или иначе затащить к себе человека, услышав, что он под юридической защитой. Более того, никогда не скрывал от наших клиентов, что как только вы становитесь под юридическую защиту и до ваших оппонентов, до ваших кредиторов доходит эта информация, их рвение усиливается в разы, они еще ожесточеннее пытаются затащить человека обратно, рассказывая им что угодно, но только лишь неправду. Я сам лично несколько раз, выступая от имени должника, пытался задать вопрос коллекторам, да и сотрудникам банков. И вот что я спрашивал, дорогие, вот вы утверждаете, что юристы обманывают, юристы не помогают, юристы просто отбирают клиентов своих и все, не предлагаем никакой действительной помощи. Хорошо, так, пускай так, остановимся на этом, чисто в гипотезе, вот на этом остановимся. Окей, а почему вы с таким остервенением, узнав, что человек под юридической защитой, пытаетесь клиента обратно затянуть на платежи? Ведь если учитывать ваше утверждение, что юристы обманщики, тут все просто, а вы строго по закону действуете и закон на вашей стороне, господа коллекторы, взыскатели, банкиры, то все, что вам нужно, узнав, что клиент встал под юридическую защиту, молча, спокойно подождать там с полгодика, пока клиент поймет, что он действительно попал в руки обманщиков, его обманывают, никакой работы юристы не делают и потом клиент к вам возвращается вот с этой, с вашей шапкой долго там, с бешеной, накрученной в 3-4 раза больше, чем было до этого и, естественно, раз вы в законе, раз вы законно действуете, само собой, он теперь, естественно, будет вынужден отдать вам только в разы больше, да? Правильно. Также, зачем тогда вы так нападаете на клиента, узнав, что он под юридическую защиту встал? Дело в том, что не надо только говорить, что вы радеете за карман человека, вы беспокоитесь, чтобы он лишнего не переплачивал, это так же далеко от истины, как луна от Венеры и все мы это понимаем. Дело в том, что мы действительно оказываем помощь, если клиент попадает к нам, ну, я сейчас за всех не буду говорить, много организаций, но если в Алиам, то однозначно мы выполним те обязательства, которые на себе взяли и приведем человека к комфортному платежу через судебного пристава, ну, допустим, по 500 рублей в месяц, на все его кредитные эпизоды. Не каждому, допустим, 5 банков, а все вместе, это называется обобщенное исполнительное производство. И ваши там юристы это все отчетливо понимают, и для вас эта ситуация категорически невыгодна. Это те самые условия, когда банку выгодно отказаться от претензий, что банк и делает. Несколько путей есть, либо пытается продать долг, ищет дурачка какого-нибудь, либо под подставную организацию продает долг, и представитель этой подставной организации приходит к судебному приставу и забирает исполнительный лист, чтобы не афишировать перед клиентом, что мы проиграли там и все такое. Естественно, никогда банк не скажет, не пришлет никакой бумаги с извинениями, мы были не правы, вы выиграли суд, мы проиграли. Ну, суд это промежуточный момент, и очень часто судьи становятся на сторону банков, потому что суды лоббированы в нашем государстве. Почему промежуточный? Потому что основной это ФССП, Федеральная служба судебных приставов, и вот там основная кульминация закручивается, хотя очень интересные события в суде происходят апелляции, частные жалобы, иски, встречные иски, это все наша работа, которую мы для вас с удовольствием сделаем, если вы обратитесь к нам, и действительно создадим условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. И не секрет, что уже на первых этапах очень многие банкиры, понимая, что клиент обратился в компанию Алиам, бросают человека, то есть отказываются от него. Существуют некие кредитные комитеты, так называемые в банках, когда собираются и признают тот либо иной кредит безнадежным. Ну, в буквальном смысле вот так и признается кредит безнадежным. Там по нескольким критериям, может быть человек уже выплатил давным-давно и его просто уже грабят на проценты и штрафы, может быть человек даже половину выплатил и для банка, это достаточно, это отдельная история, почему банк не несет убытков никаких вообще при любом стечении обстоятельств. А может быть человек встал под юридическую защиту и они понимают, что здесь доводить до судебного пристава им невыгодно. Тут в двух словах, почему невыгодно-то? Потому что если вы будете платить по 500 рублей на все ваши кредитные эпизоды, поверьте, эта денежка не идет прям напрямую в банк, она сначала скапливается на неком реестре судебных приставов, а потом раз в полгода она верно распределяется по всем претендентам. И причем уходят эти копейки не на какой-то счет непонятный, на который уходят деньги, когда вы сами по себе в банк платите по указке банкиров или коллекторов, а именно на судный счет. То есть на погашение тела кредита, зафиксированного в суде. Понимаете? И тут хоть на 100 рублей, но ваш кредит уменьшается. И это и есть та самая ситуация, когда банку это невыгодно. То есть не такой уж он и безнадежный этот кредит, что хотя бы по 100 рублей туда оно попадает. И они не могут закрыть эту дырявую бухгалтерию, вот в буквальном смысле, и вынуждены отслуживать этот счет. Что для них категорически не интересно. Естественно они создают какие-то определенные ходы махинации, чтобы закрыть исполнительное производство, забрать исполнительный лист. Но только ни в коем случае, чтобы клиент не понял, что к нему больше претензий нет. Как правило, люди до конца и не понимают. Вроде как бы есть какие-то там звонки от коллекторов, и никто официально не требует. А поверьте, официально вы должник только по решению суда. Если есть исполнительное производство, исполнительный лист, тогда вы должник. Все остальное это их выдумки. Вот какое дело. Хотите поподробнее узнать, пожалуйста, я вас переадресую на наш сайт, ссылочка на сайт в описании ролика есть. Посмотрите, там видео выложено. Как устроена работа кредитных юристов компании Lian. Вот то, что я вам сейчас быстренько рассказал, там четко, конкретно, подробно все рассказано. Вы можете спокойно, в спокойной обстановке все посмотреть. Для вашего удобства в правом верхнем углу сейчас кликабельная подсказочка выходит. Вот она. Это наш сайт. Посмотрите видео, найдите там. Там есть и отзывы наших благодарных клиентов, слушайте, подписчиков на нашем сайте. Оставляйте заявочку. В рабочее время вам перезвонят наши специалисты. Звонить будут с телефона, который на сайте в правом верхнем углу указан. Пожалуйста, забейте эти цифры к себе в телефонный аппарат и ждите звоночка нашего специалиста. Проименуйте, что это юристы, компания Lian, чтобы не пропустить звонка. В рабочее время вам перезвонят и вы обязательно все точки на «Д» поставите. Также я вам предлагаю посмотреть, послушать мое обращение к гостям, к подписчикам, клиентам, гостям канала, к подписчикам канала, к клиентам нашей организации. У меня целый плейлист есть, очень много видеороликов с обращениями с моими, где я отвечаю на многие вопросы, которые задают клиенты, гости канала, подписчики. Для вашего удобства опять же в правом верхнем углу сейчас подсказка выйдет, она кликабельная. Вот она. Это целый плейлист, посмотрите, тоже наверняка будет интересно. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали. Ставьте лайк, пишите комментарии обязательно, что вы хотите сказать, как вы хотите поругать коллекторов, либо может быть защитить коллекторов, ну и не знаю, ваше мнение всегда интересно. Ну и репост в соцсетях, это самое важное, чтобы как можно больше количества людей узнало всю правду. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылочка в описании ролика есть. Там все ролики с YouTube канала дублируются. Еще раз напоследок, для вашего удобства, еще раз выходит кликабельная подсказка в правом верхнем углу видеотрансляции. Пожалуйста, посмотрите, вот она. Посмотрите видео и сделайте то самое верное, правильное решение. Хватит сидеть в долгах, хватит относить последние деньги в банк, не понимая, что происходит и когда это кончится. Поверьте, это никогда не кончится, если вы не примете то самое важное и решающее решение. Ну вот так вот, каламбур такой получился. Ну что ж, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам хорошего. До свидания.